кто больше всего ждет смерти кадырова как вы думаете и кому больше всего она выгодна именно в окружении путина потому что далеко не все его любили вы знаете во первых конечно смерть кадырова как это не кощу сюда звучит до добывают шакалы и самая популярная шутка в интернете в последние сутки что он никак не может принять этого шайтана все-таки как-то есть где-то и там тоже надо морально подготовиться всем от этого конечно будет будет легче что касается путина путин от этого проиграет безусловно потому что кадыров много лет почти два десятка лет держал чечню в узде и исправно получал за это из кремля дань как победитель конечно в последней чеченской войне совершенно очевидно что раз москва платит грозному они наоборот победил именно грозный и всячески шантажирует и позволяет себе все что угодно позволяет себе собственные средневековые законы путина и в принципе в окружении прежде всего золотова золотом считается очень много лет глава росгвардии считается негласным покровителем кадырова им кадыров дорог а главный второго такого кадырова у них нет поэтому они конечно все очень нервничают но все остальные вздохнут с большим облегчением поскольку поскольку и чечня собственно под пятой кадырова потеряла всяческую волю к сопротивлению и и мы все на протяжении 20 лет знаем о похищениях людей и о пытках и об убийствах а мне судебных казнях о том что чеченские силовики могут приехать в любой город россии например в нижний новгород и похитить там кого угодно забрать среди белого дня например жену судьи отвезти ее в грозный и дать ей пять с половиной лет потом смелости оседать пять лет собственно про чеченских комиссаров известно во всех городах россии а кадыровских комиссарах у них у всех есть представительство в москве они заседают гостинице президент заседали пока не появилась более роскошная гостиница под названием украина и они переехали туда ну и собственно в берлине в лондоне в париже есть мощная чеченская диаспора причем как минимум две всегда есть кадыровская такая плотно связанная и с фсб и с местным бандитизмом и есть так называемая закаевская там протестная довольно трудно остаться нейтральным в этой ситуации но безусловно кадыров это прежде всего страх это прежде всего огромная огромная гвардия которую мы конечно видели все в боях на оккупированных территориях конечно это такая гвардия в общем внутреннего потребления это пиар армия тиктоковская армия тем не менее выглядит она довольно внушительно а внутри республики действует с звериной жестокостью другое дело что она будет делать без кадырова это может и без кадырова она ничто и насчет преданности здесь можно очень сильно усомниться вопрос конечно как обычно в преемнике очень похоже что это будет например можно было бы говорить о лимханове но проблема в том что вроде как состояние здоровья самого преемника оставляет тоже желать лучшего и если начнется чехарда преемников ну что ж на самом деле это в минус любой власти любой крепкой власти кадыровская власть была крепка ну что ж это для нас очень хорошая новость тем быстрее этот строй средневековый строй который происходит в Чечне пойдет под откос если взять популярную точку зрения некоторых западноевропейских политиков что по крайней мере он известен а может быть хуже они так думают о Путине как о теории малого зла в случае кадырова они так не думают хуже не будет вот хуже некуда хуже не будет поэтому после кадырова может быть все что угодно не будет хуже я думаю что слухи о по крайней мере нездоровье кадырова имеет под собой гораздо больше оснований чем нет оснований я думаю под слухами о нездоровье Путина потому что Путин то выглядит бодрячком и вполне себе летает и на Дальний Восток и вполне себе передвигается своей знаменитой пружинящей походкой нам крайне всем неприятно безусловно мы все хотели бы чтобы он перестал это делать своей пружинящей походкой то в отношении кадырова совершенно очевидно уже много месяцев что он нездоров он появляется на публике либо с прищепкой на пальце либо со следами этой прищепки то есть вот то что он лежал под капельницей и по крайней мере проходил серьезные обследования это очевидно ну и выглядит он крайне плохо это тоже очевидно ну да даже есть это видео под дождем где он там философствовал в своих прогулках что и нам советовал и тем кто не может отличить как будто бы вранье от правды прогуляться под дождем сделано недавно он там тоже выглядит явно не таким что сейчас будет бегать прыгать я посмотрела еще ранние видео он там действительно был в три раза худее и в десять раз по виду здоровее этому всему истории с Кадыровым Шрёдингера также предшествовала история с исчезновением врача Кадырова Эльхана Сулейманова кстати тоже незадолго до появления свежих видео с Кадыровым как будто бы выставляли свежие посты Сулеймановым но потом осинтаналитики и журналисты нашли таки правду что эти фотографии врача Сулейманова который пропал без вести уже более года назад они сделаны также были очень давно и как раз Ахмед Закаев в моем эфире сказал что заживо он похоронен уже давно и можно забыть о нем Кадыров как будто бы его окружение убедило что именно Сулейманов его отравил а действительно могли бы отравить Кадырова вот так ранее чтобы незаметно подтачивала его эта болезнь и кто же мог такие долгосрочные планы строить ну в принципе конечно строить то можно кого угодно включая Путина и это возможно но я думаю что здесь речь идет конечно о мнительности Кадырова когда по дешах заболевает и вылечит его тяжело всегда виноват кто? виноват доктор а придворный доктор профессия опасная и собственно придворный доктор за это пострадал ну я думаю просто там были такие условия что не мог азербайджанец по национальности в общем который просто стал придворным врачом домашним врачом Кадырова поэтому он стал министром здравоохранения конечно вряд ли он шел на это из-за клятвы Гиппократа но в живых конечно искать его я думаю бессмысленно как долго смогут вот вспомнилась мне история с Жириновским поэтому как долго смогут обманывать общественность если Кадыров таки составит компанию Пригожину и Кобзону и всем остальным и будут ли искать этого преемника и еще одно сразу уточнение даже если найдут поставят а возможно ли это передача власти в Чечне где и так далеко не все были довольны самым Кадыровым и где совершенно все неспокойно пройти бесследственно или вот только говорят будут резать по ночам ну в любом случае будут резать по ночам в любом случае будут резать по ночам что касается срока я помню Гидар Алиев три месяца был жив он скончался где-то в середине лета 20 лет назад чуть поменьше наверное это наверное год 2001-2002 я уж не помню а выборы были в октябре того года когда он скончался весь Азербайджан я была просто на этих выборах наблюдателем весь Азербайджан знал что Гидар Алиев умер и голосовали просто за живого Алиева за Ильхама и в общем ну для я бы сказала так для стран с такой в общем углубленной автократии это все в общем не играет никакой роли поэтому я думаю здесь не будет никаких проблем проблема только в том что у Кадырова нет прямого наследника сын его Адам хоть и может входить в СИЗО и избивать политзаключенных тем не менее ему 15 все-таки ну никак сам Кадыров стал президентом когда ему не было 30 специально под него был изменен закон но тем не менее до 15 лет мы вряд ли дотянем поэтому будет кто-то из его ближнего окружения или будет временный варяг из окружения Путина как это уже было до тех пор пока в Чечне не определятся с раскладом сил влиятельные мощные тейпы так уже было и люди которые были временно исполняющими обязанности главы Чечни премьер-министр Чечни они вообще потом опасались туда возвращаться и не хотели об этом вспоминать вполне возможно что будет какой-нибудь ну не знаю условно говоря условный Сурков да вряд ли он сам ну что-то вроде этого что-то вроде этого какой-нибудь сейчас не очень заметный чиновник может быть имеющий какие-то связи или корни и который явным будет над над смотрищиком за креслом больше ни за чем какого-то я тут чеченца я не знаю из Министерства иностранных дел как это тоже уже было или что-то в этом духе чтобы он просто посмотрел на ну вместо блюститель пока все не передерутся есть еще так же версия что история с Пригожиным с Кадыровым как будто бы вторит печальной повести с Пригожиным и Путин будто бы сам зачищает вокруг себя частые военные лавочки которые он и создал я не очень честно говоря сторонница такой версии а вы как полагаете возможно ли такой вариант развития событий ну вы знаете это красиво это красиво была такая троица триумвират такой был собственно вокруг Пригожида слева Кудрятокарь справа Кузнеца Суровикин и Кадыров это был такой известный триумвират и то что с ним сейчас происходит нечто это конечно ну очень очень сильно просто подбывает говорить о том что все это это же неспроста и хочется это сказать что обратите внимание как они все кучно пошли очень хочется это сказать непонятно только зачем зачем убить Пригожида но он был не жилец это было понятно Суровикин продолжают использовать но это такое ему такая гипитемия вышла наказание да безусловно наказание но такое с продолжением возможностей а Кадыров вот зачем Кадыров настолько я не могу сказать что он верный пёс но он пёс он пёс который верно сторожит свою будку хозяин у него один это не Путин я думаю что хозяином все таки он считает Аллаха и я думаю что его самая большая все таки амбиция это стать лидером всего исламского мира в России мусульманского мира и он не очень-то хотел претендовать на трон русского царя разве что опять же вместо блюстителем очень-очень-очень хочется сказать продавичок но больше похоже что Аллах сам разбирается со своими шайтанами в следующей серии в следующей серии в следующей серии Продолжение следует...